Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И мы, как обычно, по традиции начинаем видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня на календаре у нас 2 апреля и киевское время 19 часов. Итак, за прошедшие сутки существенных изменений в обстановке нет. Есть отдельные эпизоды, которые стоит обсудить, и мы сейчас с вами это и сделаем. Итак, 2 ракетных удара было нанесено за прошедшие сутки. 30 авиационных ударов и до 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российская Федерация, не имея успеха на поле боя или имея не тот успех, который бы они хотели, они продолжают воевать с гражданским населением. Происходят удары баллистическими ракетами, в том числе и баллистическими ракетами, по гражданским объектам. В частности, за прошедшие сутки Дружковка и Авдеевка подверглись таким обстрелам, и есть жертвы среди гражданского населения. Вот так, такими способами воюет Российская Федерация. Вероятность нанесения в общем ракетных ударов по территории Украины, она сохраняется, и остается, в принципе, довольно высокой. Мы уже это прекрасно с вами понимаем, мы к этому готовим, и мы стараемся усилить нашу готовность или нашу защиту в плане защиты нашего воздушного пространства от таких ракетных ударов. Что касается действий сухопутных войск, здесь ситуация не меняется. Основные усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Здесь продолжаются самые ожесточенные бои, даже несмотря на ухудшение погодных условий, что сильно влияет на ход боевых, на порядок ведения боевых действий. Кстати, я так понимаю, но судя по тому, что нам обещают синоптики в ближайшую неделю, неделю и даже несколько недель, то наступает сезон дождей. Как раз вот эти весенние дожди, весенняя распутница, которая усложняет ведение боевых действий с обоих сторон. Но мы сегодня находимся в основном в обороне, поэтому для нас это будет способствовать. А вот противник, который пытается постоянно сохранить наступательный потенциал, постоянно проводит атаки наших позиций, и для них это будет проблематично. Мы, допустим, за прошедшие сутки у нас отражено порядка 70 атак. На вот этом вот участке линии фронта, Лиманское, Бахмутское, Авдеевское и Марьинское направления. Самыми горячими остаются бои за Бахмута, Авдеевку и Марьинку. Это три таких горячих огневых точки, где идут боестолкновения, происходят практически круглосуточно, практически без остановок. Ну, пройдемся по всем оперативным направлениям. Итак, Волынское и Полесское направления. Здесь все стабильно, без изменений. Белорусские вооруженные силы Белоруссии находятся на боевом дежурстве по прикрытию государственной границы. Российские войска проходят обучение, точнее, мобилизованные. Российские находятся на полигонах и проходят обучение. Это Брестская область и район Осиповичей. Вот эти два полигона используются в армии Российской Федерации для подготовки мобилизованных и последующей их отправки на Донбасс в Украину. Единственное, что тут я бы остановился еще немножко на ядерном вооружении. Там, ну, мало того, что перешли уже на ракеты межконтинентальные, баллистические. Я не знаю, заметили белоруссы или не заметили, но есть такой Небензия, гражданин Небензия, поспред Российской Федерации в Организации Объединенных Наций. Так вот, он в своей речи на последнем заседании, которое было посвящено там в том числе и ядерному вооружению, он сказал очень интересную такую фразу. Она как-то так проскочила мимо ушей, никто не обратил внимания. Он сказал, что Российская Федерация не распространяет оружие на другие страны. Российская Федерация размещает оружие, ядерное оружие, планирует разместить ядерное оружие на территории союзного государства. То есть, уже речи ни о какой республике Беларуси не идет. И речь идет о союзном государстве. Как оно будет называться, СССР 2.0 или просто союзное государство, или еще какое-то название в Кремле придумают. Это уже не важно. Важно то, что Москва рассматривает Беларусью как составную часть своей территории. Вот что важно. Не знаю, как замечает это Беларусь или нет, но вот мне это врезалось. И я обратил на это внимание. Далее Сиверские и Слобожанские направления. Здесь тоже ситуация без изменений. К сожалению, обстрелы продолжаются. Причем всех трех областей. Черниговской, Сумской и Харьковской области. По количеству обстрелов, наверное, Харьковская область больше всех ей достается. Есть пострадавшие жертвы среди гражданского населения. Но в остальном ситуация контролируемая и стабильная. Далее Купинское направление. Здесь продолжаются локальные бои, локальные боестолкновения. Но противник успеха не имеет. Линия боевого соприкосновения не меняется. Единственное, что они пытаются... Они опять перешли к тактике малочисленными группами для поиска слабых мест в нашей обороне. В основном слабые места они пытаются искать в лесах в районе Кременной. Для того, чтобы потом попытаться развить наступление. Но на пока все стабильно и все атаки со стороны отбиты. Лиманское направление. Здесь тоже самая ситуация. Противник вел наступательные действия безуспешно на протяжении суток. Все атаки отбиты. Линия боевого соприкосновения не изменилась. Бахмут. Здесь самые ожесточенные бои. Но только в городе Бахмут было отбито 25 вражеских атак. Противник атакует центр города с трех сторон. С севера, с востока и с юга. И пытается взять город под полный контроль. Сила обороны отбивает атаки противника. Где-то успешно, где-то мы даже пытаемся контратаковать. Но, тем не менее, противник за счет численности личного состава и за счет, будем так говорить, количества атак в сутки иногда добиваются незначительных успехов. Так, на северном плацдарме, севернее Бахмута, генеральный штаб подтверждает потерю Макеевского завода металлоконструкции в самом городе Бахмут. Так что, вот это ОЗОМ, я так понимаю. Это Артемовский завод обработки металла. Вот этот завод мы, к сожалению, вынуждены оставить. Теперь там российские оккупационные войска. В том числе и бойцы подразделения «Вагнер». В центре города продолжаются бои. И противник пытается расширить или улучшить свое тактическое положение по улице Центральной. Далее, Авдеевское и Марьинское направления. Здесь наступательные бои противника успеха не имели. Все атаки были отбиты. И противник никуда не продвинулся на этих направлениях. Отбито было более 20 вражеских атак на Марьинском и Авдеевском направлениях. Шахтерское направление. Здесь активно применялись беспилотники для корректировки огня артиллерии. То есть работала артиллерия, позиционные бои, перестрелки, обмен артиллерийскими огневыми ударами. С применением беспилотников в качестве корректировщиков огня. Запорожское и Херсонское направления противник активных действий вообще не проводил. Здесь более-менее затишье, если это так можно назвать, позиционные перестрелки и обмен огневыми ударами артиллерии. Обстрелу подверглись более 40 населенных пунктов на обоих направлениях. На Запорожском и на Херсонском направлениях. В остальном, враг занимался фортификационным инженерным оборудованием, занимаемых им позиций и рубежей. Наращивал оборону в инженерном отношении. Но как вывод можно сделать, месяц прошел. Кстати, очень примечательное. Давайте немножко отмотаем назад и вспомним, что было у нас в первых числах марта. Так вот, по сравнению с начала марта месяца, враг во многом снизил интенсивность боев. И это похоже, здесь можно два вывода сделать. Либо это усталость, и войска действительно выдохлись. И подготовка к попытке восстановить наступательный потенциал. То есть противник, скорее всего, сейчас вот в эту дождливую погоду, в Распутицу начнет делать перегруппировку своих войск, подтягивать резервы, переформатировать части и подразделения, которые принимают участие непосредственно в боевых действиях. Помните, да, сводные батальонные тактические группы, как они делали из двух разбитых, делали одну более-менее там укомплектованную. То же самое сейчас будет и здесь. Подвоз мобилизованных и укомплектование частей хотя бы до численности в 50% от штата. Еще год назад в повестке дня стояли потери сел и городов. Мы обсуждали, что потерян населенный пункт такой-то, город такой-то. Сейчас мы обсуждаем с вами потерю завод, улица, дом, перекресток. То есть масштабы захвата нашей территории резко упали. Упали на порядок. Российская пропаганда сегодня больше, наверное, работает над имиджем. Имиджем, поддержанием имиджа и созданием такого позитива в отношении так называемой специальной военной операции, как они называют войну России против Украины. Они преувеличивают данные. Они берут одну улицу, допустим, и говорят, что все, мы захватили полгорода. Еще чуть-чуть, еще один дом, и мы уже все возьмем. Для чего? Для того, чтобы показать, и на картах они рисуют стрелы. Не линию фронта переносят, а рисуют стрелы. Говорят, что вот наши войска уже идут в этом направлении, и вот-вот дойдут. Неизвестно, правда, куда, но дойдут. И это вот таким вот образом они обманывают, как своих военных, пытаясь поддерживать хоть на каком-то уровне моральный дух войск, так и гражданское население, что война продолжается, и что линия боевого соприкосновения активно меняется. Хотя на самом деле идут позиционные бои. Ну, возьмите тот же Бахмут, сколько, третий месяц, три месяца. Но время же идет, и время играет на нашей стороне, а не на российской стороне. И что получается, из всех направлений, которые они себе наметили, вот из того, что захватить Купенск, организовать котел в районе Лимана, захватить Лиман, захватить Бахмут, захватить Авдеевку, захватить Углидар, из всего, что они напланировали на зимнее наступление, ну, можно уже говорить, что зимнее наступление закончено. Апрель месяц уже фактически, это весенний месяц, и мы понимаем, что, ну, это, будем так говорить, финализируем зимнюю военную кампанию Российской Федерации. Ее разные источники, разные аналитические центры, измеряя там 80 днями, говорят, что вот 80 дней, почему апрель включается в нее. Так вот, силы российские оккупанты добились только задачу минимум на Сватовском направлении, на этом участке. Здесь они отбросили силы обороны от Кременной. На остальных отрезках планы врага провалились. Да, мы немного отошли, и мы сейчас вернулись на исходную позицию, как это было перед началом российского наступления. Мы начинали их выдавливать из лесов, в районе Кременной, из лесопосадок. И фактически мы выходили даже в пик, мы выходили к окраинам Кременной. Помните, да, сообщение, что вот якобы наш спецназ, наша разведка, уже где-то там в 5-7 километрах от Кременной. Но, к сожалению, они нас немного отодвинули. Это единственное, где они так, ну, выполнили эту задачу, которую ставили. Хоть минимум, точнее, той задачи, которая ставилась. Ну, еще продолжаются, конечно, бои за сам город Бахмут. Это как бы стало уже таким политическим ключом на сегодняшний день. К сожалению, мы возвели его в такой рант политического ключа. Почему говорю к сожалению? Потому что, ну, стоит ли игра свеч, наверное, генеральному штабу виднее. Не буду давать оценку, стоит или не стоит. Ну, и даже, наверное, не генеральному штабу виднее. Потому что офис, президент сказал, что нам надо удерживать Бахмут и не дать возможности российским оккупантам взять этот город. Почему-то посчитали, что если Бахмут падет, то Российская Федерация сможет это использовать в политическом плане для приобретения политических дивидендов. Но, посмотрим, город держится. Слава Богу, держится, конечно, такой огромной ценой, но тем не менее. В любом случае, взять город без боев у Российской Федерации не получилось. Даже если, как бы, предположить, самый худший вариант и Бахмут падет, то, извините, 90 суток боев за населенный пункт типа Бахмут, это уже не армия. Это всеми силами всех фронтов, всей артиллерии, всех резервов и так далее. Это дорогого стоит для россиян. Дальше наступать уже нет смысла. Даже сейчас, вот уже, фактически, может быть, это похоже, действительно похоже на усталость. Вот, как я вам говорил чуть ранее. Но, март месяц, окончание марта месяца, влечет за собой еще и окончание дедлайнов, установленных Путиным. Почему я вам вначале сказал, что давайте отмотаем на месяц назад, когда Герасимов там бил себя в грудь и Путин ставил им очередную задачу, дедлайн был до конца марта взять Донецкую и Луганскую область в административных границах, а сегодня 2 апреля. И что? И Бахмут еще сражается. И будет еще, наверное, сражаться. Я думаю, долго еще будет сражаться. Вот, так что, может быть, даже дойдет до того, что мы раньше начнем контрнаступление, чем российские оккупационные войска захватят, полностью захватят город Бахмут. Бои будут идти по обороне города, а мы начнем контрнаступление по всем фронтам и всем направлениям. Как-то так. И, соответственно, вот это наталкивает на мысль, что очередной дедлайн закончился. Понимаете, Путин глупо выглядит. Он либо не владеет ситуацией, может, уже у Путина на карте в бункере, там уже они под Киевом стоят, как это было в феврале прошлого года, марте прошлого года. Кстати, сегодня годовщина освобождения Киевской области, Киевской, Черниговской, северная группировка российских войск покинула территорию. После понесенных потерь и нанесенного разгрома силами обороны Украины северная группировка российских войск покинула территорию. Киевщина освобождена была, Черниговщина освобождена была. Так что вот такая вот даже дата символичная, я бы сказал. И получается, что Путину надо будет делать оргвыводы. Оргвыводы, а, соответственно, оргвыводы относительно кого? Относительно руководства специальной военной операции. То есть Шойгу и Герасимов не справились с поставленной задачей, Донецкая и Луганская область не взяты. Линия фронта за 80 суток практически не изменилась. Зимняя кампания вооруженных сил Российской Федерации провалена полностью. Далее надо отметить, что российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины. Грабеж продолжается, вывозят все, что можно вывезти. Такое впечатление, что они вообще этого никогда ничего не видели. Настолько вот все вскрывается. Каждая квартира, каждый дом, каждый гараж. И все тащат, тащат, все вывозят оттуда машинами. В частности, в населенном пункте Мелитополь, Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес Кругляк в южном направлении. Даже лес вырубают. Хотя там не самая лесистая местность, там лес в дефиците. И они вот даже лес решили вырубить. В населенном пункте казачьей лагеря Херсонской области после успешного поражения объекта российских оккупационных войск, там прилетело от нас МХ очень хорошо, противник активно проводит проверки мобильных телефонов местных жителей и несанкционированно обыскивает жилье граждан Украины в надежде найти хоть что-нибудь, хоть какой-то след. Какой след они там ищут? Корректировщиков, наводчиков, разведчиков? Непонятно. Российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно занятой территории Херсонской области. Здесь, в частности, Геничинс, Стрелковая, на блокпостах российские оккупанты ограничивают передвижение граждан с украинскими документами и требуют, чтобы предъявляли российские документы. В ходе обысков сообщают, что граждане Украины, не получившие российские паспорта, после четвертого пересечения блокпоста получат запрет на въезд и выезд, то есть их перестанут пускать через блокпосты. Также российская оккупационная так называемая власть с целью присвоения недвижимости граждан Украины активно подделывает документы на право собственности. и на жилье, помещение, базу отдыха путем фальсификации договоров купли-продажи и дарения. То есть они сами себе выписывают документы, что якобы им продали или якобы им подарили. В Черном море обстановка тоже немного ухудшилась. На боевое дежурство вышли и находятся 5 вражеских кораблей. Два из них являются носителями ракет калибр крылатых. И общий залп этих двух носителей может составить 12 ракет типа калибр. Ну, посмотрим, будут, не будут. Сейчас, видите, уже как бы ночь прошла более-менее спокойно в плане атак шахедами, хотя предыдущие ночи были довольно тревожны. Урожай. Не могу не сообщить или не озвучить эту новость. Это урожай, который собрали силы обороны за прошедшие сутки, составил 560 российских оккупантов, ликвидировано за сутки, уничтожено 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 беспилотник оперативно-тактического уровня типа Орлан и 9 автомобилей. Вот такой урожай собрали наши войска за прошедшие сутки. И военную обстановку хотел бы закончить хотел бы закончить таким небольшим объявлением и просьбой. Как раз вот по урожаю, да, 2 танка, 5 бронированных машин, 4 арт-системы. Есть такое подразделение аэроразведки, называется ТЕРРА. Загуглите, есть у них свой сайт, они постоянно выкладывают отчеты о своей, о проделанной ими работе. И вот сейчас вышло видео о том, как они работают под Бахмутом. В Бахмуте наблюдается, к сожалению, надо констатировать, наблюдается нехватка боеприпасов. Калибра 120 мм, это мины для минометов, калибра 152 и 155 мм. И за счет дронов, в том числе и дронов Камикадзе, и дронов со сбрасывающими устройствами, такие подразделения, как ТЕРА, помогают артиллерии уничтожать противника. Они стараются компенсировать, вот хоть как-то, вот эту нехватку боеприпасов. И реально боевые действия этого подразделения, как они корректируют огонь нашей артиллерии, как они уничтожают с сбросами своих, со своих коптеров на головы противникам гранат, в основном это ВОГи, вы можете посмотреть на моем канале, это видео будет в описании, и я его выложу отдельно. Обратите, пожалуйста, внимание, что в описании к ихнему видео, то есть под ихнем видео, там будут реквизиты в плане, если кто-то захочет помочь этому подразделению, понятно, финансово, задонатить на покупку дронов. Они покупают эти дроны, их в отличие от артиллерийских боеприпасов, можно купить, и, соответственно, сбросить с этих дронов на головы врага, либо гранаты, либо сами дроны, снарядить взрывчаткой, и сделать из них камикадзе. Они делают и такой вариант. Так что подразделение ТЕРА, посмотрите видео, ссылка в описании к моему видео, и будет отдельно выложено на моем канале. И при желании и возможности, помогите подразделению громить врага на нашей территории, освобождать наш Донбасс. Ребята воюют в Бахмуте. Заодно посмотрите, как выглядит боевая работа такого подразделения, и в самой горячей точке на линии фронта, в городе Бахмут. Ну, а мы с вами на этом военную часть видео заканчиваем, и переходим к военно-политической составляющей, к событиям, которые произошли в Украине, и вокруг нашей страны. Ну, и начнем с вестей из Туманного Альбиона, Великобритания. Там очередная, вторая группа украинских артиллеристов завершила обучение на 155-мм самоходных гаубицах АС-90. Об этом сообщило Министерство обороны в Великобритании. Ребята вместе с гаубицами вырушают до дому, вырушают на фронт. То есть, они закончили обучение и сейчас будут перемещаться в Украину для участия в боевых действиях. Далее, предприятие Украоборонпром. Ну, радует пока, скажу так, что завод Маяк наладил выпуск боеприпасов, авиационных боеприпасов, хотя они больше похожи на мины, но это мини-бомбы. Бомбы осколочного действия и эти бомбы имеют от 0,5 килограмма, вес 0,5 килограмм до килограмм. Разных типов. И эти бомбы предназначены для сбрасывания с дронов и квадрокоптеров. Ну, дай бог, чтобы они как можно быстрее начали поставляться на фронт, но тем не менее, завод заработал и эти мины поставляются. Килограммовая мина 11 метров радиус поражения осколками, полукилограммовая мина 4,5 метра радиус поражения осколками. То есть, как раз забросить в окоп с врагами, с оккупантами, это будет самое то. Фактически, бросок, тот же самый бросок гранаты. Следующая новость турецкая. Вот вы задаете вопросы, где наши работают, наши байрактары, и работают уже новые. Турецкий дрон Акинчи, помните, да, мы говорили о таком дроне. Но он же не турецкий, уже неправильно я сказал, это украинско-турецкий дрон, или турецко-украинский дрон. Почему? Потому что фюзеляж и электроника там турецкая, а двигатель там наш, украинский. И, соответственно, с нашим двигателем вот этот дрон Акинчи впервые поразил цель на расстоянии 140 километров. У него, кстати, очень большой боезапас в плане видов применения ракет. Так вот, они прошли очередной этап испытания, и дрон впервые поразил цель на расстоянии 140 километров в районе Черного моря. Он запустил сверхзвуковую ракету. Она попала в цель, сверхзвуковая ракета. Так что, видите, Турция работает, мы вместе с ними тоже работаем, и как только испытания будут закончены, я так понимаю, что это тяжелые дроны, разведывательно-ударные, и они должны появиться в составе вооруженных сил Украины для борьбы с российскими фашистами. Далее, посчитали, вот тут наши западные партнеры, но они любят считать деньги, тут надо как бы отдать должное, чуть что сразу считают. Так вот, посчитали, что за последние полгода российские оккупанты выпустили по Украине тысячи ракет и беспилотников. По приблизительным расчетам, только стоимость перехваченных вражеских объектов составляет примерно 5,5 миллиардов долларов. Вот такое количество денег выброшено на ракеты и дроны, которые были сбиты нашей системой ПВО. То есть, они не достигли цели. Это было молоко. В то же время, годовые бюджеты целых регионов России, как отмечается, часто в десятки или даже в сотни раз меньше стоимости ракетного террора, который устроила Российская Федерация. В этой связи не всегда с первого взгляда удается понять, калибровалась Россия или нет. Что имеется в виду. То есть, все для фронта, все для победы. Сдохнем с голоду, но ракеты будем клепать. Когда-то Хрущев стучал этим самым туфлей по трибуне ООН и кричал, что мы ракеты делаем как сосиски. Мы вам покажем Кузькину мать. А в стране экономический уровень жизни был намного ниже, чем в других западных странах. Но, тем не менее, Россия идет теми же самыми стопами Советского Союза. Будем голодать, но ракеты и патроны будем делать. К сожалению. Далее, Институт изучения войны подвел итоги зимней наступательной кампании и по итогам зимнего наступления Россия не добилась целей по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей к 31 марта. Это вот то, что я вам говорил. На нескольких участках фронта на Донбассе российские войска достигли лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв. В значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней частичной мобилизации. То есть, так как мы и говорили с вами, 300 тысяч мобилизованных, которых они отмобилизовали, они практически сожгли в горниле вот этой зимней военной кампании. Из-за провального 80-дневного наступления в России скоро возможно кадровые изменения в высшем военном руководстве. Напомним, в начале января командование оккупационной группировки принял лично начальник генерального штаба Валерий Герасимов. И ему ставилась такая задача, как захват Донецкой и Луганской области к 31-м, к концу марта месяца. Сегодня 2-е апреля, Бахмут сражается. О каком захвате может идти речь? Ну и сегодня вишенкой на торте новостью на пасашок будет, вот часто задают вопросы, как будет возвращаться Крым в родную гавань или в юрисдикцию Украины, как будет происходить освобождение Крыма. Об этом сообщил пан Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны. И он рассказал, что есть план, который готовит Совет национальной обороны Украины по восстановлению правового статуса или конституционного порядка на территории полуострова Крыма, Украинского Крыма. Так вот, этот план состоит, он сейчас, это наметки, он сейчас разрабатывается, подробно пишется и план содержит следующие пункты. Первое, граждане Российской Федерации, это сразу, можете сразу руководство к действию, чтобы потом не было, никто не говорил, что мы же, а мы же не знали, почему так. Так вот, граждане Российской Федерации, незаконно приехавшие проживать на Крымский полуостров после февраля 2014 года должны немедленно покинуть территорию Украины. В противном случае они будут депортированы. Россия или иное формирование должно обеспечить безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в госизмене и в других уголовных преступлениях. То есть, там бывшие граждане Украины, которые сегодня прикрываются российскими паспортами и собираются туда текать, мы будем требовать их выдачи. И Россия будет обязана их выдать. Думаю, что так оно и будет. Та новая власть, которая будет на тот момент в Российской Федерации, она будет спокойно их выдавать. Для того, чтобы восстановить хоть какие-то взаимосвязи с западным, с цивилизованным миром, особенно в плане снятия санкций. Далее, соглашения, утвержденные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в том числе по недвижимому имуществу, признаются ничтожными, право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Так что, все, что было куплено, продано, переписано, передарено после февраля 2014 года, объявляется незаконным и недействительным. Будет объявлено. Крымский мост демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба. Там надо снести центральные пролеты и их опоры для того, чтобы восстановить фарватер и восстановить возможность прохода судов любой тоннажности в порты Азовского моря. Далее, Севастополь предлагается переименовать, ну, они там написали рабочее название объект номер 6, я думаю, что Верховная Рада скорее всего это будет объявлен конкурс на переименование города Севастополь и на основании общественного решения, на основании своеобразного голосования Верховная Рада примет решение о новом, о переименовании города Севастополь. Возможно, будет вариант возвращения исторического названия, которое было еще и носил этот город ранее. Ну, и самое интересное в этом плане, это пункт плана, который реально обсуждается и который пишется, так вот, на общественное обсуждение будут вынесены вопросы по проекту и местоположению в Крыму памятника русский военный корабль идет, идет нахер. я сказал мягче. Вот эта фраза нашего пограничника с острова Змеиной Совет Национальной Безопасности и Обороны будет предлагать установить такой памятник в Крыму. Где и в каком виде это планируется вынести на общественное обсуждение. Что ж, вот такие военные и военно-политические новости произошли за прошедшие сутки в нашей стране и вокруг нее. На этом мы первый раздел видео заканчиваем. По традиции я сделаю паузу. У вас есть время, кто не подписан, подписаться на мой канал. Те, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайки. и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Почему пишут, что уничтожено 10 артиллерийских систем, а не проще 10 пушек, или это не одно и то же? Нет, конечно, не одно и то же. Как можно написать 10 пушек? А если это 10 минометов? А если это 10 гаубиц? А если это 10 реактивных систем залпового огня? Поэтому понятие применяется более широкое. Конкретно каких видов артиллерийских систем уничтожено, расписывается в генеральном штабе. И мы с вами об этом прочитаем в каких-нибудь мемуарах по окончании войны. Ну а в сводке используется общее принятое название, которое является объединяющим для всех видов вооружений артиллерийского вооружения. И пишут поэтому артиллерийские системы. Сюда включаются минометы, артиллерийские орудия, даже так скажу, не буду конкретить, потому что практически не разделяют на гаубицы и пушки. В основном сегодня это гаубицы, гаубицы-пушки и пушки-гаубицы. То есть смешанный вариант. Чистых пушек уже практически на вооружении не осталось. все имеют характеристики, свойства точнее присущие и гаубицам в том числе. Ну и РСЗО тоже. Его выделяют правда в сводке Генштаба в отдельную строку, но реактивные системы залпового огня тоже являются артиллерийскими системами. Но сразу отброшу ваши сомнения двойного учета нет. Если РСЗО пишется в отдельной строке, значит оно считается отдельно. И туда входят все реактивные системы. Грады, смерчи, ураганы, которые есть на вооружении российских оккупационных войск. Но арт-системы я уже сказал. Здравствуйте! За последнюю неделю мы наблюдаем ежедневные результаты по уничтожению вражеского ПВО. Каждый день одна, две и даже три за сутки. Для нас жителей Запорожья это бальзам на душу. Раньше таких результатов не было. Как работают авиационные ракеты, переданные Англией? И много ли еще на нашей территории установок ПВО противника? Спасибо за ответ. Александр Запорожья. Александр, смотрите, очень много. Если брать по системам С-300, то их всего до начала вторжения в российской армии насчитывалось около 515 по-моему единиц, где-то так, плюс-минус. Из них большая часть здесь. То есть более 300 пусковых С-300 находятся на территории Украины. Плюс сюда надо прибавить войсковое ПВО. это батареи зенитно-ракетные батареи, ракетные батареи это буки, торы, это тунгуски, это шилки, это панцири и все-все остальное. Но я сказал бы так, что наверное более 500 систем ПВО находятся на территории Украины. И соответственно в плане их уничтожения или подавления то нам еще работать и работать. То, что мы сегодня и в том числе получили вот эти противорадиолокационные ракеты и уничтожаем это ПВО. Но и для артиллерии, которая достает до этого ПВО, они являются приоритетными целями. Артиллерия и системы ПВО это приоритетные цели для поражения нашей артиллерии. Как реактивной, так и ствольной. Поэтому вот такой результат мы имеем в сводках генерального штаба, артиллерийские системы и системы ПВО уничтожаются в первую очередь. Командные пункты, узлы связи и так далее. Хотелось бы понять, как происходит пуск ракеты Кинжал с МиГ-31. Как я это вижу, МиГ-31 взлетает на свой максимальный потолок и оттуда находясь в вертикальном положении делает пуск Кинжала, который уходит в ближайший космос на еще большую высоту, чем Искандер, стартующий с поверхности Земли. Видимо, поэтому у Кинжала дальность 2000, потому что есть возможность сделать большую дугу и далее уже лететь вниз на цель. Поэтому и скорость Кинжала выше. есть ли у Кинжала двигатель как у Искандера, но то как-то иначе запустить эту ракету МиГ не может. Время работы двигателя короткое и 2000 километров Кинжал никак не преодолеет. Интересно, ваше мнение, заранее спасибо. Ну, это не мнение, это факт, я вам просто расскажу технологически как это происходит. Никакой вертикали, наоборот, МиГ-31 находится в горизонтальном положении, он поднимается на высоту порядка там практически своего потолка, где-то от 14 до 18 километров, и на максимальной скорости, вот тут самое главное, в чем как бы фишка, на максимальной скорости самолет просто сбрасывает эту ракету, просто сбрасывает. Ракета, отделившись от самолета, имея начальную скорость такую же, как самолет, включает разгонный двигатель, и вот тут она взмывает вверх, сразу же рули ракеты задирают ей нос, и она уходит вверх. Она никуда не уходит в ближний космос, нет, там высота подъема незначительная у нее, не помню сейчас точно цифру в километрах, и все и вот с этого момента баллистика идет точно такая же, как при пуске обычного Искандера. Кстати, это и есть ракета с комплекса Искандер, та же самая, у нее такой же точно маршевый двигатель. И вот она задрав нос, получается так, что просто пуск ракеты происходит на высоте там допустим 15 километров и на скорости максимальной скорости самолета там 2,2 или 2,5 Маха МиГ-31 то есть она заранее разогна имеет начальную скорость и самолет используется в качестве первой ступени этой ракеты и дальше она просто летит вверх по баллистической траектории она летит вверх дальше по законам баллистики она теряет теряет скорость почему многие она сбрасывает вот на моменте разгона когда она имеет начальную скорость от самолета плюс маршевый двигатель вот здесь на этом участке она может развивать скорость близкую к гиперзвуковой то есть где-то там 5-6 Махов скоростей звука потом она поднимается вверх дальше по параболе она переваливается ну как бы на нисходящую траекторию и уже под углом под острым углом где-то примерно там в 30-40 градусов она начинает пикировать на цель и вот здесь опять же ракета в верхней точке своей траектории в апогее она имеет минимальную скорость но довольно высокую и может быть даже сверхзвуковую а вот потом на излете когда она уже начинает планировать вниз она за счет скорости она поддерживает планирование и может улетать на такие большие расстояния до 2000 километров за счет высоты и за счет разгонной скорости и да при попадании уже на излете непосредственно в непосредственной близости к цели она тоже может развивать гиперзвуковую скорость то есть равную там 5-7 махов вот вот так летит ракета кинжал но самолет никуда не задирает нос самолет наоборот летит горизонтально и максимально разгоняется до максимальной скорости потом он просто отстегивает ракету и это получается в чем еще почему многие особенно специалисты в авиации говорят что это это знаете как гоночному автомобилю феррари прицепить прицеп такой колхозный и пустить его на гонку здесь то же самое МиГ-31 истребитель-перехватчик машина которая должна работать на больших скоростях и иметь высокую маневренность истребитель-перехватчик МиГ-31 создавался под перехват межконтинентальных баллистических ракет вот а его используют в качестве первой ступени в качестве пусковой установки он разгоняет эту ракету своей скоростью а потом просто ее отцепляет и только отделившись от самолета ракета начинает выруливать включается ее бортовая схема она начинает выруливать на восходящую траекторию и включает разгонный двигатель и при этом как бы наращивает свою скорость вот вот вам весь секрет комплекса кинжал ракета за основу взята ракета комплекса Искандер они абсолютно одинаковые отличаются только алгоритмом работы и все практически все даже аэродинамическая схема ракеты один в один размерность один в один с ракетой Искандер здравствуйте расскажите пожалуйста про авиабомбы как их начали активно использовать в Херсонской области и пригороде Херсона это очень пугает кроме всего прочего еще и это расскажите о механизме работы и может ли наше ПВО либо другие средства их уничтожать но к сожалению да Российская Федерация тоже у них есть приспособление для того чтобы одевать на авиационные бомбы и делать из них планирующие то есть не вертикального падения а именно планирующие бомбы дальность у них применения тоже порядка 70 50-70 километров ну как всегда россияне пошли дальше в плане пошли дальше в плане мощности этих бомб то есть они используют там и 200 и 250 я даже слышал даже ФАП 500 по-моему говорили что могут одеваться на них даже могут одеваться вот эти комплекты для того чтобы сделать бомбу планирующую так 200-250 килограмм фугасные авиационные бомбы да с дальностью планирования до 70 километров максимум вот они их применяют в чем проблема проблема в том что у них этого оборудования немного почему потому что выпуск они наладили только налаживают только сейчас ну а за счет комплектующих опять же надо обходить санкции и если за счет вот этих санкционной политики есть проблемы с производством потому что очень много в электронике особенно очень много комплектующих импортного производства но проблема еще есть в том в ПВО дело в том что это бомба она мало скоростная низко скоростная довольно медленно летит ну не быстрее самолета вот это раз второе она не издает звука и она не излучает тепла вот это и плюс она малоразмерная то есть ее может увидеть только радиолокационная станция которая работает в режиме электромагнитных волн то есть тепловые радары ее не видят ее могут увидеть только радиолокационные станции и соответственно те которые ее увидят да у них есть шанс в основном это тактические среднего и малого и ближнего радиуса действия эти средства ПВО могут сбивать эти бомбы но сложность в их еще раз повторюсь сложность в их обнаружении малоразмерность отсутствие теплового шлейфа и то есть двигателя и отсутствие звука вот это делает их практически незаметными они летят бесшумно за счет того что они планируются вот вот это вот эта проблема на сегодняшний день ну я думаю что мы будем ее решать мы же научились с дронами бороться значит и с бомбами научимся бороться тем более что у нас есть огромный опыт главное научиться их обнаруживать их чтобы было достаточно средств для их обнаружения а уже сбивать мы точно умеем и шахеды и крылатые ракеты добрый день у меня вопрос считается ли Харьков прифронтовым городом или нет после того как мы провели там контрнаступление Харьков считается приграничным городом дело в том что там фронта нет на сегодняшний день наши войска стоят вдоль государственной границы и активных боевых действий там не ведется поэтому Харьков это приграничный город к сожалению он подвергается обстрелами российскими ракетными войсками и артиллерии ну артиллерии нет слава богу ракетными войсками которые достают до Харькова вот но это уже не фронт и не прифронтовой город так что вот такой вот у него статус приветствую мой вопрос в следующем белорусский гаюн сегодня снова сообщил об очередном прибытии и убытии в аэропорт Гомеля самолета Ан-124 в воздушно-космических сил России и это седьмой такой случай за период с 25 марта ну за неделю да как думаете что могут привозить или увозить не думаю что шахеды уж больно крупный самолет для такого груза 150 тонн грузоподъемности все-таки промелькнуло сообщение что на аэродроме были замечены С-400 Российской Федерации но тогда зачем им там столько ракет или все-таки что-то еще нет я думаю что вполне возможно что завозят тем более что Россия размещала и раньше комплексы С-400 они были размещены в Белоруссии даже стоял вопрос обучения белорусских военных и передачи им этого комплекса а сейчас я думаю Русланом везут ракеты к этим комплексам дело в том что судя по одному из обстрелов Киева С-400 достает до Киева из Курской области они доставали из Белоруссии естественно не могут достать тем более с одной стороны а с другой стороны вполне возможно что Россия усиливает систему ПВО они же собираются разместить ядерное оружие в Белоруссии поэтому надо что надо полностью закрыть небо надо гарантировать что ничего туда не прилетит и это может быть шагом ну как бы очередным пунктом вот этого плана по подготовке к размещению ядерного оружия на территории Белоруссии вот скорее всего такой вариант вполне на сегодняшний день на мой взгляд наиболее вероятен поэтому Руслан поэтому комплексы С-400 кстати могут перебрасываться как пусковые установки так и ракеты к этим пусковым установкам потому что видите ракет у них очень много к этим комплексам и 400 они не используют в Украине вот вроде бы вроде бы как был вот случай применения они видимо попробовали ракеты которые долетят не долетят до Киева и было там три по-моему ракеты в одном из обстрелов где-то уже месяца полтора назад они долетели до Киева и мы не смогли их сбить так как нечем сбивать баллистические ракеты вот вот это может быть но в общем на мой взгляд это скорее всего для усиления противовоздушной обороны союзного государства я уже скажу так как говорит российский представитель вон вот для создания единой системы ПВО союзного государства ну и персонально для защиты хранилища с ядерными боезарядами которые там строятся в будущем добрый день у меня вопрос правильно ли будет вариант чтобы разместить три батареи Патриот и одну батарею сам в таких областях Харьковской Донецкой Запорожской одновременно Херсонской области Николаевской области и части Николаевской области если мы так разместим это получается что мы закроем всю линию фронта где идут активные боевые действия от Сватова до Херсона и какие на ваше мнение есть еще варианты размещения но это худший вариант размещения смотрите во первых по размещению систем ПВО это целая наука генеральный штаб все посчитает все определит там же должно быть не просто размещение там должно быть еще перекрытие зон этих комплексов это же не просто так что смотрите комплекс радиус действия батареи вот нам дают три батареи радиус действия батареи сто километров ну по идее вот обычный гражданин посмотрит почитает и скажет ну подождите сто вправо сто влево 200 километров да три батареи на 200 это 600 километров но даже в этом случае в этом случае получается что а фронт у нас 1200 1300 и что мы уже не закрываем половины фронта потом есть такое правило что системы должны перекрывать друг друга хотя бы на одну треть дальности досягаемости досягаемой вот это уже сужает их линию фронта ну и у меня и следующий вопрос ну я просто я не рассказываю всю систему построения как она делается генштаби там это все знают они все это дело посчитают почему я и говорил когда мы обсуждали с вами что они едут почему я и говорил что там там определяет генштаб определит где что ставить и как ставить должно быть эшелонирование в глубину страны потому что получается что а если ракета проскочила если ракета попала в первую линию ПВО ракета проскочила ее кто сбивает ее сбивает вторая линия ПВО или третья линия ПВО или непосредственно тактические средства по охране объекта вот как шахеды в основном сбиваются уже непосредственно в глубине страны на подлете к целям мы сбиваем большую часть шахедов вот а тут получается мы все в линию поставили ракета проскочила через ПВО и что дальше? а дальше мы весь улыбаемся и машем и встречаем ракету возле цели в которую она летит нет, так не будет, это самый глупый вариант самый неправильный вариант расстановки системы ПВО поверьте, Генштаб знает как их расставить поверьте, будет сделано максимум для того, чтобы достигнуть эффективности с этих трех батарей три батареи это такая мизерная капля в море для самой большой страны европейского континента ну дай бог хоть так здравствуйте, скажите пожалуйста как на ваш взгляд возможно ли что после захода наших войск в Крым расисты будут уничтожать его так же как стали уничтожать Херсон после того, как наши их выгнали из города я думаю, что да, вполне возможно что ракетные войска а, ракет же нет то, что они хотели бы наносить удары по территории Крыма после того, как мы их оттуда выбьем это сто процентов видите, Россия не может смириться с мыслью с потерей территории они стараются стараются обстреливать Сумская, Черниговская, Харьковская область обстреливаются Херсон обстреливаются Запорожье, Днепр обстреливаются ну там более мелкие уже города я не беру потому что их очень много но все обстреливается на глубину досягаемости артиллерии противникова сейчас появились планирующие бомбы уже они кидают на всю глубину куда могут с ракетами не сложилось я так понимаю что видите, ракетных ударов все меньше и меньше и видимо из-за того что ракет нет от слова совсем вот поэтому поэтому они и прибегают к каким-либо другим методам и поэтому я думаю что в Крыму они смогут только там где достанут там смогут там где не достанут мы же поставим ПВО закроем Крым я надеюсь что к заходу в Крым у нас будут дальнобойные системы огневого поражения типа ракет Атакмс может не Атакмс может быть да я слышал заявление генерала Милли он сказал что вопрос передачи Атакмс не рассматривается Украине и это политическое решение Белого дома то есть Байдена и его администрации чем оно обосновано сказать сейчас очень трудно ну я думаю что оно либо будет изменено либо найдут альтернативу вот но с российской стороны думаю что да они будут пытаться обстреливать нашу территорию этими любыми средствами до подписания договора о прекращении огня как он будет выглядеть в виде капитуляции в виде договора о прекращении огня меня сегодня сказать очень тяжело я хотел мне хотелось бы чтобы это был первый вариант военный разгром и фактически капитуляция России с выплатой репараций и всего остального может быть мирный договор с обязательством выплаты репараций и снятием и частичным снятием санкций с России для обеспечения выплат такой может быть вариант но это уже другой вопрос не будем обсуждать но будут обстреливать я думаю что будут Крым обстреливать так и недавно были новости о том что у нас появилась рота ударных беспилотников может ли она заменить или частично компенсировать отсутствие у нас F-16 во время наступления спасибо за ответ за ответы да частично может артиллерия особенно реактивная дальнобойная и беспилотники большой дальности до 150 до 300 километров да могут заменить у нас кстати появилось три роты не одна а три роты мы сформировали аэро этих воздушных и они они в составе вооруженных сил Украины будут частично будут компенсировать или помогать я так бы сказал не компенсировать они будут помогать артиллерии и частично компенсировать нашу авиацию вот примерно примерно так это будет выглядеть ну что ж на этом мы вторую часть с вами тоже закончим и у нас остается третья часть нашего видео это приветствие комментарии пожелания которые вы прислали к предыдущему видео и первым комментарием сегодняшнего дня будет следующий добрый вечер хотел прокомментировать первую войну России с Украиной которая была в начале прошлого века и называлась гражданская война жаль что мы забыли о той войне когда у нас забрали независимость обман убийство и так далее мы забыли о ней и та история которую нам оставили лживая надеюсь что эту войну Украина запомнит и на генетическом уровне что им верить нельзя и не простить никогда да я тоже так думаю что большевики тогда объявили это гражданской войной на самом деле это был захват прилегающих территорий и республик особенно ну у нас нас они захватили среднюю Азию захватывали до 22 года аж боевые действия в средней Азии велись все царская империя расширялась только уже под названием большевистская Россия как ее на западе называли наша видна буча ворз и лирпинь живуть будут житы як и вся нынька Украина ныски уклин нашим захисникам да сейчас отмечается годовщина первая годовщина освобождения этих городов от расширских захватчиков Олег случайно набрел в ютюбе на одно интересное интервью одного из израильского генерала и его анализ был такой использование вооруженными силами Украины систем Хаймарс имеет тот же эффект как Ф-16 в аналогичной ситуации Цахал наносил бы удары с Ф-16 и удары Хаймарс по расшистам имеют тот же самый эффект все так все так все таки не дураки военные США все грамотно героям слава ну да Пентагон кстати просчитывает все поставки несмотря на то что мы там подаем заявки они все равно их надо их обосновать они их проверяют корректируют иногда если надо и поставляют нам технику и вооружение если русским предоставить выбрать себе предводителя они выбирают самого лживого подлого жестокого вместе с ним вместе с ним убивают грабят насилуют впоследствии сваливают на него свою вину спустя время церковь провозглашает его святым Михаил Евграфович Салтыков Щедрин да у Щедрина очень много таких критических высказываний о Российской Федерации о России ну о Российской империи он имперский во времена империи жил у него еще есть такая очень классная фраза она кстати подходит и к нам в некоторых моментах он говорил что на патриотизм начали напирать значит проворовались добрый день в этом видео вас спрашивали по поводу ресурса самолета немного дополню все правильно ресурс самолета определяется его планером фюзеляжем как военный специалист по обслуживанию самолетов согласно регламентирующим документам на самолете проводятся 12-ти месячные и 24-ти месячные регламентные работы которые проводятся в авиационных полках на 24-х месячных регламентных работах снимается и проверяется все оборудование самолета вплоть до двигателей после проверки все это оборудование обратно ставится на самолет и в комплексе все проверяется слава Украине героям слава перемога Буде за нами ну вот видите оказывается все намного еще сложнее чем я вам объяснил что каждые два года самолет надо полностью перебрать для того чтобы освидетельствовать каждую деталь в этом самолете подтверждаю слова Олега шахеды видно и слышно несколько дней назад ночью из окна наблюдал картину как вылетают противоракеты ПВО вспышки в небе грохот от взрывов даже видел падающий шахед вдали да это мы все с вами уже к сожалению специалисты но не приведи бог дай бог чтобы наши дети этого никогда не увидели и не услышали только в кино вы говорили что в Бахмуте на шампанском на заводе шампанских вин эти в кавычках освободители имеется ввиду вагнеровцы устроили себе и штаб и госпиталь и такое прочее как местный житель сообщаю вход один больше выходов нет можно ли шарахнуть туда останутся навечно я думаю что так и сделают именно так и сделают и тем более что вчера было опубликовано видео как по оккупированной части Бахмута на вооруженные силы Украины нанесли мощнейший удар предположительно пока нет подтверждения официального подтверждения генерального штаба но предположительно удар был нанесен ракетным комплексом тактическим точка У и он был нанесен кстати по промзоне не уточняется по какой промзоне я в Бахмуте никогда не был поэтому мне трудно сказать хотя на видео четко видно вот эту промзону там был обрушен одним взрывом был уничтожен объект в промзоне и обрушен железнодорожный мост такой мощный взрыв ну точка У чтобы вы понимали там до 500 килограмм тротила в головной части то есть это фактически 500 килограммовая бомба прилетела так что ну спасибо вам за информацию я думаю что наши наши военные либо вас услышат либо они знают об этом они просто ждут удобного случая чтобы закупорить этот вход выход и тем более если он действительно единственный здравствуйте есть ли у вас какая-либо информация о применении GLCDB на поле боя привет из Чехии да информация кстати что такое GLCDB напоминаю что это комплект который одевается на авиационную бомбу и превращает ее с вертикально падающей в планирующую дальность применения таких бомб сразу возрастает порядка до 70-80 километров действительно такие комплекты нам передают наши страны партнеры и пока еще первая партия уже в Украине она небольшая как сказал пресс-офицер воздушных сил Украины вооруженных сил Украины но тем не менее мы уже их начали применять так что наши бомбы тоже летят на дальность 70-80 километров и наносят удары по врагу вновь привет из Мюнхена надеюсь что контрнаступление в немалой степени облегчит жизнь в прифронтовых городах удачи Украина конечно же облегчит почему потому что линия фронта отодвинется и соответственно российские вспомните как это происходило в Харькове когда русские стояли под Харьковом россияне стояли под Харьковом то даже артиллерия ствольная артиллерия доставала до города и обстрелы были почти круглосуточные не прекращающиеся и чем дальше мы их отодвигали сегодня в город прилетают только ракеты ну к сожалению пока прилетают посмотрим может быть и решит решит наше командование и этот вопрос доброго вечера моя думка Китай на своей на своей стороне с рашкой дружить на видство чтобы не запачкаться и дои ты рашку пополни героям слава да сто процентов Китай будет выжимать из России все что можно выжать для себя при этом особо не будет ее поддерживать к слову развитие танкостроения я бы еще добавил роботизацию и танковые беспилотники что и развивается сейчас бешеными темпами во всех развитых странах да это этот самый это абсолютно правильная мысль и действительно сегодня работа над танком беспилотником идет полным ходом опытные образцы уже на полигонах гасают это самое гасают по полной программе и стреляют во все стороны поражая вероятные цели вероятного противника 7 месяцев 2-я армия мира берет поселковый Бахмут попутно неся астрономические потери на Берлин они шагать собирались на Лондон ха-ха ну вот так вот на такой юмористической ноте мы сегодня с вами закончим видео и я благодарю вас за ваше внимание что вы досмотрели до этого момента спасибо вам большое кто не подписан на мой канал опять же приглашаю подписаться всем кто смотрит это видео поставьте пожалуйста лайк это просьба потому что чем больше лайков тем больше людей смогут увидеть это видео спасибо спонсорам и тем кто помогает каналу ну а мы с вами продолжим увидит из бронесы Украины перемога наша слава Украине спасибо